МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель КНР поддержал реформу и развитие системы образования. Экипаж Шэньчжоу-16 успешно приступил к выполнению своей миссии. Ракету-носитель Чэньчжэн-2Ф существенно модернизировали перед запуском на орбиту корабля Шэньчжоу-16. На форуме Джунгуаньцунь в Пекине представили проекты в области искусственного интеллекта. Рекомендации Си Цзиньпина помогли ученым Сианского института совершить технологические прорывы. Прибыль ведущих промышленных предприятий КНР превысила 2 триллиона юаней. В Китае повысилось качество воздуха и воды. В провинция Хэнань заняла первое место в стране по количеству туристов. Развитие образования в стране обсудили на пятой коллективной учебной сессии Политбюро ЦК Компартии Китая. О важности этого вопроса для возрождения нации заявил председатель КНР, подчеркнув необходимость интеграции образования и технологий и выступил за системную реформу, которая позволит сократить региональные различия в образовательной сфере, а также разрывы в обучении между школами и разными социальными группами. Реформа системы образования, по словам Си Цзиньпина, должна проводиться с учетом национальной специфики и при этом соответствовать мировым стандартам, с тем, чтобы Китай смог стать одним из влиятельных образовательных центров в мире. С космодрома Цзю Цуань успешно стартовал пилотируемый корабль миссии «Шэньчжоу-16». В составе экипажа три тайканавта. Для командира Цзинь Хайпена это уже четвертый полет на орбиту. Бортинженер Джу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао отправились в космос впервые. Гуй Хайчао – первый гражданский служащий среди китайских тайканавтов. Он профессор факультета аэрокосмических технологий университета Бэйхан. Новая тройка тайканавтов сменит на орбите экипаж миссии «Шэньчжоу-15», который проработал там более полугода. По плану участники миссии «Шэньчжоу-16» проведут на национальной станции Тяньгун крупномасштабные эксперименты и исследования высокого уровня в области изучения новых квантовых явлений, высокоточных космических частотно-временных систем, проверки общей теории относительности и происхождения жизни. Корабль «Шэньчжоу-16» после стыковки с основным модулем стал частью комбинации из трех модулей и трех космических кораблей. Слева и справа от основного модуля «Тяньхэ» расположены лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэньтянь». Сзади – грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6», а спереди – космический корабль «Шэньчжоу-15». «Шэньчжоу-16» пристыкован к модулю снизу. Таким образом, общая масса китайской орбитальной станции превысила 100 тонн. В скором времени «Шэньчжоу-15» вернется на Землю, а его место займет грузовой корабль «Тяньчжоу-5», который был запущен в ноябре прошлого года, а в мае отстыковался от станции и сейчас находится в автономном полете. Грузовые корабли не только доставляют полезную нагрузку на космическую станцию, так «Тяньчжоу-5» в ближайшие месяцы будет обеспечивать станцию топливом и солнечной энергией, а также станет хранилищем отходов. Текущая конфигурация сохранится и после запуска следующей пилотируемой миссии «Шэньчжоу-17». Как отмечают представители китайской пилотируемой космической программы, в будущем количество модулей на станции планируется увеличить. На этих кадрах последние приготовления перед стартом. Ракету-носитель «Чанчжен-2Ф» доставили на космодром «Дзюцуань» 22 мая. Именно она отправила на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-16». В ходе подготовки к этому запуску в конструкцию ракеты внесли более 20 технических изменений. Мы усовершенствовали конструкцию ракеты в первую очередь для повышения надежности отделения ступеней. Этот процесс имеет решающее значение для успешного запуска. На стартовой площадке также находится ракета «Дублер». Ее кодовое название «УАй-17». В экстренных случаях ее смогут использовать для спасательной миссии. «УАй-17» будет дежурить на Земле в течение полугода после запуска миссии «Шэньчжоу-16», а потом будет запущена в космос в плановом режиме. Ракета-носитель «Чэньчжэн-2Ф» используется с 1999 года. В 2003-м она доставила на орбиту первого китайского космонавта. В последние 30 лет такие ракеты использовались для всех пилотируемых миссий КНР. И сейчас они доставляют экипажи на китайскую орбитальную станцию. В то же время в стране идет разработка следующего поколения ракет-носителей для пилотируемых миссий. Предполагается, что они постепенно заменят ракеты серии «Чэньчжэн-2Ф». На выставочном стенде Пекинской академии искусственного интеллекта новая разработка. Экспертная система, которая умеет искать заданные изображения на видео и фото. Эта технология, по словам авторов проекта, может быть использована, например, в автомобилях с автоматической системой управления или в медицине. Такие программы способны к самообучению. Собрав и проанализировав огромное количество изображений, они сумеют распознавать их в дальнейшем. Как минимум пять мероприятий форума «Джун Гуань Цунь» в этом году посвящены одной из самых актуальных тем современности – искусственному интеллекту. Китай – один из крупнейших рынков в этой сфере. Тем не менее, есть еще немало трудностей. С технической точки зрения мы приближаемся к США. Однако подготовка талантливых специалистов в этой сфере пока не является нашей сильной стороной. Если говорить о количестве компаний, работающих в этой области, то их у нас пока тоже меньше. Сектор искусственного интеллекта сейчас переживает бурный рост во всем мире. Высокий интерес подстегивает и внедрение инноваций. Эксперты прогнозируют объем китайского рынка в этом секторе свыше 14,5 миллиардов долларов в нынешнем году. С перспективой увеличение почти вдвое за ближайшие три года. Сианьский институт оптики и точной механики считается одним из лидеров Китая в области научных достижений. Восемь лет назад его посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Во время инспекции он обратился к ученым и отметил, что важно стремиться к самостоятельности, ведь, полагаясь на подачки, нельзя добиться важных технологических прорывов. Я был свидетелем визита председателя КНР в наш институт 8 лет назад. Тогда я увидел, что Си Цзиньпин считает решающей роль инноваций в развитии страны. Это меня глубоко тронуло. Ценные рекомендации председателя КНР помогли в работе ученых. Так, сотрудник Сианьского института Яо Баоли и его команда начали использовать новейшие технологии для изучения микромира. И в этом непростом деле они полагаются на собственные силы. На протяжении последних 8 лет мы выполняли указания председателя КНР и добились в собственных технологических исследованиях большого прорыва. Один из примеров. Наши исследования высокоточной технологии количественной фазовой визуализации помогают нашей стране осваивать космос. Новая технология успешно внедрена в двух устройствах на борту лабораторного модуля Мэнтянь. Наше оборудование активно используется в космических экспериментах в условиях микрогравитации, способствует нашей важнейшей экспериментальной деятельности по исследованию дальнего космоса, а также будущим полетам на Луну и Марс. Ученые Сианского института оптики и точной механики также пытаются запечатлеть кратчайшие отрезки времени с помощью аттосекундной камеры. Аттосекунда – единица времени, равная одной миллиардной части миллиардной доли секунды. С помощью новейшей разработки можно фиксировать ультракороткие лазерные импульсы и сверхбыстрые процессы. Наши постоянные усилия продиктованы стремлением к независимому и самодостаточному подходу к научным исследованиям. Мы хотим взять полный контроль над критически важными технологиями и необходимым оборудованием. Ученые Сианского института и дальше продолжат следовать указаниям председателя КНР и развивать исследования в профильных областях. По их мнению, для создания новейших технологий требуются не только специальные навыки и первоклассное оборудование, но также решимость и опыт команды. С января по апрель прибыль ведущих промышленных предприятий Китая превысила 2 триллиона юаней. Такие данные приводит Госстатка НР. Компании отрасли постепенно восстанавливают уровень своей прибыли. К примеру, в апреле ее сокращение было на 1% меньше, чем в марте. Кроме того, совокупная выручка крупных предприятий в апреле выросла почти на 4% в годовом исчислении и более чем на 3% выше показателя предыдущего месяца. Лучше всего себя чувствуют компании в секторе производства оборудования и электроэнергетической отрасли. Там в годовом исчислении прибыль увеличилась на 30 и 45% соответственно. По мнению аналитиков Госстата, позитивные тенденции связаны с восстановлением производства и повышением его интеграции со сбытом. В Китае зафиксированы значительные улучшения в сфере экологии. Такие данные опубликовало Министерство экологии и окружающей среды КНР. Речь идет о качестве воды, воздуха и биоразнообразии страны. Так, качество воздуха в Поднебесной в прошлом году было хорошим более 300 дней. Благодаря тому, что содержание в воздухе загрязнителя, частиц PM2,5, снизилось более чем на 3% по сравнению с 2021 годом и составило 29 микрограммов на кубометр. Мы будем и дальше бороться с загрязнением, принимать меры профилактики и контроля, продолжим эффективно продвигать модернизацию экологического строительства и стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы. В ведомстве подчеркнули, что продолжат бороться с вызовами и усилят надзор, чтобы сохранить положительные результаты в охране окружающей среды. Провинция Хэнань Провинция Хэнань заняла первое место в Китае по количеству туристов на майских праздниках. В общей сложности регион посетили более 55 миллионов человек, что принесло в казну провинции около 4 миллиардов долларов. Особый интерес у путешественников вызвал древний город Лаян, который славится культурным наследием. Чтобы туристы смогли насладиться историческими достопримечательностями, местные власти построили несколько улиц с уникальным дизайном, открыли новые магазины. Более того, в городе проводят красочные шоу, которые рассказывают путешественникам о местном наследии. Чтобы стимулировать экономику, в прошлом году провинция Хэнань представила проекты в сфере креативного дизайна в таких областях, как архитектура, промышленность, туризм и планирование сельских районов. Мы получили много откликов от предприятий и частных лиц. Они очень заинтересованы и хотят присоединиться к этим проектам. С начала этого года правительство провинции применило 14 мер по поддержке индустрии дизайна. Перспективные предприятия могут получить субсидии в размере 700 тысяч долларов. Кроме того, в местных университетах и колледжах ведется подготовка талантов для работы в сфере туризма. У нас есть курсы, на которых преподают знаменитые художники. Мы каждый год приглашаем их на факультет художественного дизайна для встречи с нашими студентами. Мы сотрудничаем с ведущими школами по всему миру и обмениваемся нашими студентами. А также работаем с крупными успешными компаниями, поэтому наши студенты получают практические навыки. В индустрии туризма уже понимают, какую выгоду можно извлечь из культурного и креативного дизайна. Такой подход создает конкурентные преимущества и стимулирует потребление.